Добрый вечер, это программа «Археология» и, как всегда, по понедельникам у нас совместный эфир с Максимом Трудолюбовым, редактором отдела комментариев газеты «Ведомости», где мы обсуждаем самые интересные публикации газеты. Ну и что, сейчас у нас паки и паки, как говорится, не миром Господу помолимся, а паки и паки, говорим мы об одной и той же проблеме, о одном и том же вопросе, который занимает наше общественное мнение уже скоро полгода, да, Максим? Ну да, много месяцев. Дело о панкомолебне девушек, которые уже сидят больше, дольше, чем они сидели бы в имперской России, между прочим. То есть, это один из способов посмотреть на это. Вот профессор Зубов из МГИМО, он там, как бы, по его мнению, он посмотрел на те законы, которые могли быть применены в этом случае, если бы дело рассматривалось приблизительно сто лет назад. В общем, скорее всего, им грозило бы до шести месяцев тюрьмы. За кощунство, да, была тогда такая статья. Вот он считает, что это было бы недостойное поведение в церкви. Ну, в общем, за кощунство они могли бы получить до восьми, по-моему, месяцев. Практически, да. Так что, ну да, как говорится, собака лает, караван идет. Мы тут все волнуемся, публикуем множество статей, заметок, митинги на улицах. Но, тем не менее, караван российского правосудия движется своей скоростью. Караван – вещь такая восточная, долгая. И сейчас вот у нас недавно была публикация в газете «Ведомости» Максима Гликина, редактора отдела политики газеты «Ведомости», который сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Чистосердечное признание режима. Так что вот хотели мы обсудить эту статью, и в связи с ней вообще сам факт провокации как художественного и политического средства, да, попытаться бросить еще один взгляд на феномен Пуссера. Это то, что они сотворили с нашей политикой и с нашим общественным сознанием вот в эти вот шесть месяцев. Не знаю, мне невероятно интересно показался аргумент Максима в том, что вот, скажите, прав я или нет, как я понял, что то, что произошло, это была удачная и хорошо просчитанная провокация. Да, безусловно, собственно говоря, может быть потом мы чуть подробнее вообще поговорим о корнях этого явления, потому что не они вообще придумали вот этот способ, это направление, целое направление есть на самом деле даже в искусстве такое, но то, что эта история спровоцировала огромный общественный процесс, не только судебный процесс, это вообще процесс в обществе, это мы видим просто и убеждаемся каждый день. То есть это дело неожиданно стало процессом, наверное, месяца, если не года. Ну уж точно процессом года, это Максим Трудолюбов теперь, да, я думаю, что процесс года, он на глазах масштаб его, масштаб резонанса и общественной значимости увеличивается, то есть вот благодаря реакции властей на самом деле мы получили явление гораздо большее по своему масштабу, чем оно могло бы быть, если бы реакция была адекватной. То есть вот благодаря неадекватной реакции властей они создали, в общем, целую большую, такой общественный пузырь. Ну, Максим, вот Максим Угликин вопрос, но как раз-то получается в этой логике, что реакция властей была адекватна тому, что просчитали сами девушки. То есть они сознательно шли на это обострение, они как бы довели ситуацию до края, до предела. Это храм Христа Спасителя, это имя Путина, это все, так сказать, вообще слово Господне со всеми нелицеприятными эпитетами, как бы они прижали отвечающих к стене. Да, но прижали в каком смысле? Это был как бы тест для власти на то, насколько она цивилизована, насколько заработали у нас институты такие, как суд, насколько она способна адекватно реагировать на ситуацию. И власть этот тест не проходит. Потому что если работает институт, если уголовный кодекс является нашим основным законом, а не уголовное уложение имперской России, где было преступление кощунства, богохуйства, фитата, то тогда они не должны сидеть. И не должны быть... Их не надо судить. Прокурор не должен говорить эти речи, какие он говорит в храме в суде по поводу... там, характер... Ну, по поводу оскорбления власти, оскорбления, значит, святыни и так далее. Этих фраз не должно быть в обвинительном заключении, не должно быть ссылок в эспертизе на Трюльский собор. Трюльский собор. Трюльский собор. Трюльский собор. Трюльский, да. Да, то есть возникает какая-то фантасмагория, какое-то кавкянство вокруг этого процесса. Потому что ничего этого в уголовном кодексе нет. Там ничего не говорится про церковь, ну, про хулу на Господа, про нарушения. Это понятно, вот к этому вот как раз мы вернемся. Еще тоже был, мне кажется, очень интересный редакционный комментарий в ведомостях о правовом и неправовом характере этого дела. Но вот именно с точки зрения стратегии провокации, мне кажется, что она такая саморазрушающаяся вещь для власти. Чем жестче отвечает власть, чем жестче репрессии, тем больше она сама себя закапывает в этом во всем. То есть девушки, в любом случае, они, я думаю, что мне кажется, вот я не знаю, Максим, ты согласишься, что они рассчитывали на этот арест. Они ждали этого ареста, и власть фактически сыграла по их сценарию. Ну, да, я думаю, что вряд ли, конечно, они рассчитывали на резонанс такого масштаба и на такой длительный арест. Но я думаю, что к 15 суткам они были, безусловно, готовы. Ну, и, конечно, все это вместе действительно, конечно, провокации в художественном смысле, доведенные до крайности. В общем, мне кажется, что они... Ну, вот и Максим, другой Максим Галикин в своей статье это очень точно замечает, что они очень точно выстрелили. Они как бы попали вот в ту точку, которая оказалась очень незащищена. Вообще вот эти художественные провокации, они в других культурах, на самом деле, весь 20 век, по сути, если смотреть на историю искусства 20 века, он как бы состоит из таких эпизодов художественных провокаций, которые в какой-то момент заставали общество врасплох. И общество, и государство. И когда общество не готово. Вот выставили, значит, на выставке, там, писсуар, да, какую-то вещь, которая вызывает общественное возмущение, что это за безобразие арестовать, убрать, выкинуть. Ну и так далее. Много таких вот историй. Просто забавно, по-своему, что Россия в своем общественном развитии оказалась сейчас на какой-то вот... Мы видим, мне кажется, это дело позволяет увидеть нас немножко со стороны и убедиться, что мы не обладаем недостаточной иронией, мы не обладаем на глубиной понимания, мы не обладаем какой-то такой историческим чувством. И опять-таки, чувством разделения гражданского и религиозного, и там сферы религиозного, сферы гражданского, что как бы очень инстинктивно свойственно, допустим, французам, просто в силу очень долгой-долгой истории секуляризации постепенной. Максим, вы видите здесь вот именно феномен художественной провокации? Да, безусловно. Дело в том, что если вообще говорить об истории появления этих девушек, этой группы, она прямо выросла из художественных провокаций 20 века. Дело в том, что лидер этой группы внеформальной, в данном случае, точнее, вот эта троица, Надежда Толоконникова, она до этого была в арт-группе, арт, подчеркиваю, в группе «Война», которая тоже не взялась сам по себе, а ее, я знаком с теми, кто, ну, как бы, выпестовали эту группу, они прямо выросли из круга художников 90-х годов, в свою очередь, это Осмоловский, Тараганян, Брюнер, которые тоже не сами по себе, они поддержали традицию, существовавшую во Франции, пресловутую, которую только что называли, Гидебор, был такой... Общество спектакля, которое... Да, основатели ситуационистского... Интересно. То есть, что такое ситуационизм, может быть, радиослушатели не знают, да? Это создание ситуаций, провоцирующих, окружающих на участие в художественном акте политическом, какому угодно. То есть, создать ситуацию, которая спровоцирует окружающих на то, чтобы они как-то задвигали, что-то начали действовать. И этот ситуационизм, да, вот эти люди, которые создали ситуацию во Франции в 68-м году, ни много ни мало спровоцировали общественную волну, которая привела, в каком-то смысле, вот к этой французской студенческой революции. К маю 68-го года, да. И они, по сути, смели режим Деголя, который сидел тоже 20 с лишним лет, да, после мировой войны. То есть, они смели этот режим. Деголь взял и улетел, всё. То есть, это переплетение, между прочим, художественного и политического, имеет отечественные корни, потому что Луачайский говорил, писал статью «Искусство и революция». Ещё в авангарде эта идея сидит. Конечно. Авангардисты хотели о том, говорили о том, что необходимо переплетать революционное и политическое. Это наши же, так сказать, прародители наших политиков. То есть, да, то есть, фактически, группа «Война», собственно, за всё, сколько там, уже 5 лет примерно, да, её активного существования, если вы смотрите все акции, они действительно на грани арта и политики. Именно. И они рассчитаны на максимально возможный, да, резонанс, скажем, я не знаю, там, ну, я уж не говорю, там, вот этот подъём литейного моста, а вот даже, там, переворачивание, там, машин, за что тогда Верзилова, да, арестовывали. Да, дело вот в чём. На самом деле, вообще искусство... То есть, Верзилова, это Лёню. Искусство как таковое, да. Имя, которое мы не будем повторять. Оно, всякое искусство, всякий творец рассчитывает на максимально возможный резонанс. То есть, он рисует или пишет максимально сильные стихи, или рисует максимально убедительную работу. Ну, просто у них это идёт на грани, на стыке с политикой и с общественными делами. И поэтому они делают максимально возможный эффект вот на этом стыке. Вот они придумывают, как сделать, привлечь всех, чтобы все видели их искусство. Поэтому надо поднять мост, надо перевернуть машины, там, и так далее, и всё. Вот это их метод творческий. Они, в этот момент, они вообще не думают, конечно, о боголовных статьях, о чём-то ещё. Ну, то есть, я думаю, что морально готовый. Но, да, самое, вот опять-таки, для меня важное, что это прям-таки вот сила искусства, да. При том, что искусство само по себе, ну, как бы, будем, там, откровенны, да, сам на, как бы, уровень, художественный уровень акций, ну, такой, ну, он такой, как бы, не очень, да. То есть, важно здесь совершенно не само качество произведения, да, то есть, само качество произведения состоит вот именно в том, как реагирует. Да, в взрывном, в шоковом эффекте, шок-эффект, да. Как реагирует. И это, безусловно, удалось, и это, безусловно, высветило состояние общества. Вы знаете, вот я здесь думаю, собственно, о смысле искусства. Это, собственно, такой феномен XX века. Что такое искусство, да? Это, ну, если даже брать в таком миметическом смысле, как отражение реальности, то есть, это отражалось некой умозрительной реальностью, или, там, существующей реальностью, которая показывала красоту. Если брать XX век, то суть искусства в том, чтобы, да, эстетика безобразного, показать те болевые точки и расколы в обществе. Так что, может быть, вот по такой вот логике, то, что делают вот эти вот радикальные акционисты, то, что делается в искусстве провокации, это, ну, собственно, отражение тех болевых точек общества, которые, собственно, общество не способно осознать. Ну, я бы тут точил. Не всякое, конечно, искусство, а мы говорим об авангарде, об авангардистских тенденциях. Это вот эпатаж, это средство Маяковского было. Собственно говоря, Маяковский с Сидзельштейном вместе создавали там эпатажные такие авангардистские спектакли. И главная идея была в том, как раз их, чтобы вот не было грани между, то есть не было границ больших между искусством, деятелем искусства и обществом. Ну да, можно еще и до, из чего вырос авангард, собственно, и завтрак на траве Мане, это тоже было провокацией. И даже если брать всякие образцы реалистического искусства, скажем, Россия, конец, там, 80-е годы, 19-го века, что такое неизвестное Крамского? Это провокация, да? Что такое даже Иван Грозный убивает собственного сына? Ведь это была же вообще запрещена тогда к показу, что такое показать царя всего, так сказать, в крови, в такой, собственно, момент. Ну да, передвижники, которые делают неслыханную вещь, идут с картинами к людям, читают лекции, пытаются им что-то вообще народу объяснить с этими картинами под мышкой, знаешь. Ну да, то есть можно, наверное, сказать, что задача художника, если он хочет действительно быть впереди, это нащупать фронтир, нащупать вот передний край искусства, который является, так сказать, передним, как бы гранью приемлемого. Ну да, общественной дискуссии. Того, что общество, ну, большинство, скажем так, вот, как бы, мещанское большинство, что оно еще не готово принять и как раз вот по этой территории и ударить. А я вот, кстати, думаю, в какой ряд можно вообще поставить в этом смысле девушек с Пуси Райет. Вот, скажем, и Монти Пайтон, я не знаю, «Жизнь Брайана». Это тоже своего рода такая, ну, более эстетизированная, более, конечно, умело сделанная, но тоже это провокация. Или, скажем, то, чем Бород занимается, да, Саша, Саша Барон Коэн. Это ведь тоже искусство провокации? Ну, а Мадонна, если взять, то есть женщина, которая берет совершенно библейское себе имя, да, и при этом делает все, что вытворяет, все, что она вытворяет на сцене, при этом ходит то с крестом, то теперь объявила себя, значит, иудейкой и так далее. То есть это... Да, но здесь я бы... Вот, то есть мне кажется, что в тех случаях, где есть развитая, уже довольно старая поп-культура, в которой эти вещи уместны, то есть это как бы некое... Эти вещи несложно поместить куда-то, у них есть контекст. Вот эти вот, допустим, американская поп... Ну, собственно, европейская поп-культура, в которой возможен полное смешение любых символов, полное пренебрежение смыслом, историей, это как бы уже нормально, как бы у этого есть определенная территория освоенная. А как только вот человек за нее выпрыгивает, да, и как бы атаки, там, допустим, атаки на христианство в европейском контексте периодически там возникающие, когда какое-то... Вот да, Максим, мне кажется, ты тут очень интересную вещь здесь сказал, именно атаки на христианство, что вот если посмотреть на такой длинный 20-й век, а вот это искусство провокации, очень часто, чаще, чем что-либо иное, его объектом оказывается религия. Начиная, не знаю, там, сатанинские стихи Ружди, если братья Слава, и там карикатуры на прокурорка Мухаммеда в датских газетах. И даже то, что у нас происходит, если взять историю нашего радикального акционизма последние 15 лет, начиная там, не знаю, с Авдея Тараганьяна, да, когда был вот этот юный безбожник, была акция на Арт Москве 98-го года, когда он принялся рубить иконы, и, собственно, все суды его оправдали. Именно религия становится наиболее частым объектом провокации. Да, но не только. Я просто хочу немножко ошить этот ряд. Есть такой Антон Николаев, который, часть его считается отцом-основателем войны, но он, правда, отошел от них. И когда, первая акция, которую провел Николаев, еще тогда, как бы, их лидер, вот когда эти две пары, Верзилов, Толоконникова, Воротников и Козленок, а ехали на машинах по Москве, по кругу, по Садовому кольцу, насколько я помню, установили на машинах, значит, кровати, и на них совершали половой акт. Этого вообще никто еще не заметил тогда. Потом все про зоологический музей вспоминают. А эту акцию вообще никто не помнит. Она была первой и малоосвещаемой. Я даже и не слышал. Да, и это было приурочено к маршам несогласных, значит, на Триумфальне в тот же день. И спросил, а что, причем, с какой стати? Говорит, а мы, с чем вы боретесь? И он ответил, мы боремся с табу, со всякими табу. Мы бьем по самым табуированным темам в нашем вообще сознании. Если есть табу на откровенный секс, или на откровенное высказывание о сексе, или на его демонстрацию, значит, мы будем разрушать этот табу вот откровенным половым актом у всех на глазах. В том же ряду и табу на обсуждение сакрального, то есть вообще всякое сакральное. Любая табуированная тема. Именно. Поэтому церковь одна из них. Они, кстати, не только же, у них военные разные темы. Любая табуированная тема. К нам сейчас на линии присоединяется Иосиф Бакштейн, искусствовед, директор Института проблем современного искусства. Алло. Да, я здесь. Да, Иосиф Маркович, добрый вечер. Ну вот говорим мы сейчас, естественно, о чем еще говорить, о Пусси Райт, и в какой степени можно это признать современным искусством. Вот, например, Александр Косолапов, художник, вам хорошо известный, пишет, что они — это самое яркое и талантливое явление в актуальном русском искусстве. Согласны вы с этой, Александр? Знаете, это вопрос спорный. Я бы единственное, что я могу сказать, что, вот это мнение моих коллег, что впервые за всю, допустим, послевоенную историю художной культуры, никто назван художником не самим художным сообществом, а внешним окружением. Обычно художник или сам всегда номинирует в качестве художника, или это делают в художном сообществе. А там, в случае, никакого согласованного мнения художного сообщества относительно того, с ним занимаются Пусси Райт, не было. Вот. Я сейчас не хочу вдаваться в такую политическую актуальность того, что было сделано. Понятно. Я хочу просто констатировать один факт, что они были связаны художниками, не художным сообществом, а как бы частью общества, скажем так, довольно значительной. То есть нету кураторского консенсуса, так скажем, да, по поводу художественной составляющей Пусси Райт? Ну, по самому художному обществу есть разные мнения по этому поводу. Довольно разноречивые, противоречивые. Но просто когда мне уже 25 раз звонили с разных радиостанциями и спрашивали о мнении относительно того, что было ими проделано, я спрашиваю, а почему вы мне тут звоните? Они говорят, ну как же, говорили мне ваши коллеги-журналисты, это же современное искусство. То есть каким-то образом возник общественный консенсус относительно того, что это искусство. Ну, Иосиф Маркевич, вы одна из тех инстанций, которые, собственно, и номинируют вещи, да, на звание искусства. Кому же еще звонить? Нет, я хочу сказать, что там, что... Это у меня, может быть, частное мнение, но я хочу вот на это внимание обратиться. Понятно, понятно. Это вот такой парадоксальный эффект. Понятно. А там этим оценкам, мне кажется, это как бы не интересно всего-то все процессы, так сказать. И тема есть масса мнений, это уже слишком, слишком такая, слишком широко обсуждаемая тема, чтобы какое-то сейчас мнение по этому поводу высказать относительно художественного социального недостатка для того, что было проделано. Ну, понятно, то есть нужна дистанция. Да, это общественное событие, несравнимо, несостоянно в большей степени, чем, чем вот то, что... А то, что касается мнения Ксалабова, я полностью с ним согласиться все-таки не могу, вы знаете. Понятно. Потому что опять-таки... Да, да. Что вы? Вы знаете, мы хотели просто более широко, может быть, спросить. Вообще вся деятельность вот этого радикального, новейшего радикального акционизма. И Пусси Райт, и группа Война то, что делала, да, вот скажем, в конце концов, это же премия современного искусства, да, была им вручена за прошлый год, за литейный мост. Да. Вот в какой степени провокация вообще сейчас является магистральной линией современного искусства, современного российского искусства? Мне кажется, в определенной теме, да, потому что перезапортировались вообще общественные условия существования искусства как института. Заканчивалась какая-то вот такая вот эпоха, которая началась с окончания холодных, с правопада Советского Союза, началась какая-то вот, ну, какая-то вот глубокая переходная эпоха. Заканчивается и формулируется какие-то совершенно новые требования и принципы, на которых вообще основан социально-художественная культура и провокация, как наиболее такое очевидное и близкоезжающее средство провести границу между тем, что заведомо уже является искусством и тем, что никогда им явиться не сможет. Эта граница проводится каждый раз на новом месте, так сказать, и провокационные жесты, они наиболее такой яркий и жесткий одновременно способ вот эту границу прочерпить в совершенно неожиданном месте. Этим занимаются такой же перформансы, так сказать, и хэппинги имели место почти всего 20 века. Поверьте мне, что когда Маяковский ходил в «Желтой кофте» по улице Москвы, это было радикально, чем то, что сделала группа «Война». Вот в чем дело. — Окей, и вот, Иосиф Баркович, короткий вопрос. А к себе, если бы вы курировали выставку, вы бы взяли вот такой проект? Их взяли бы? — Какой проект? — Ну вот выступление группы «Пусси Райт» как... — Что-то повторить то, что было в Краме? — Не повторить, но... — Я думаю, что они бы сами не согласились. — Ну, задокументировано, скажем, вот если бы это задокументировано, и вы, а там, мы не знаю, были бы там куратором российского павильона, вот скажем, задокументированной акцией. — Документация была предъявлена на Белинской бьеннале, во-первых, во-вторых, на арт-плее была ПП, которую, по сути, мои коллеги, действительно тоже было представлено в качестве документации этого, так сказать, перформанса. Это уже произошло, тут, это уже моими коллегами проделано, они в каком-то, они, по крайней мере, документальные материалы, связанные с этим, с этим акцией, они уже экспонировали, скажем так, на территориях искусства. — Понятно. Ну что ж, спасибо, Иосиф Маркович, у нас на линии был художественный критик, директор Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн. Ну да, вот, собственно, подтверждение того, что, собственно, провокационная часть очень важна в дискурсе современного искусства. Ну вот, разрушая общественные конвенции, мне все-таки кажется, что наиболее, так сказать, скандалезная, да, скандальная часть была связана именно с религией. — Ну да, я вот хотел бы как раз тут чуть-чуть подхватить, что для большинства художников у них нет специальной задачи нападать, к примеру, на христианство или ислам. Просто так получается, что сфера религиозной культуры, она наиболее традиционна. — И наиболее табуирована, поэтому. — А там больше всего традиций, больше всего вещей, нарушений, которых людей пугает. И это все сконцентрировано вокруг особенно традиционных религий и традиционных сообществ. И, естественно, художнику интересно, поскольку он просто чувствует, да, что там особо чувствительные зоны, и художнику интересно по ним ударить. И вот как бы европейская история искусства, это подтверждает множество знаменитых таких вот, то есть акций, которые стали знаменитыми, произведениями, они вот связаны с этим, как, например, вот Маурицио Каталана, известная работа «Девятый час», там, где был такой метеорит, упавший на папу Римского. И там такая скульптура, восковая фигура, очень натуралистичная папа Римского, вот как бы ушибленного большим таким метеоритом. Ну, вот что я хочу сейчас спросить Максима, Максима Гликина. Ведь Максим не только, наверное, наиболее табуировано, но и наиболее сильные дискурсы. Ведь, смотрите, никто бы, все-таки было у нас современное искусство, но никто не подвергал деконструкции православия, скажем, в 60-е и 70-е годы. Вот московские концептуалисты, да, с советским дискурсом работали, вот, а Советский Союз осмеивали православие, которое в тот момент было гонимым и, так сказать, всячески зажатым, никто не осмеивал. Мне интересно, что вот этот вот антиправославный, так скажем, дискурс современного искусства, здесь и запрет на искусство, и осторожная религия, все, что Сахаровский центр делал, оно совпадает с подъемом православия в нашем общественном сознании. Ну, это естественно, да, собственно говоря, я общался с высокими чиновниками по этому поводу, по поводу Пусирает и по поводу церкви, они как раз говорят, что, ну, конечно, православие набирает мощь, оно набирает территорию, земли, храмы, вот это, сколько там церковь шаговой доступности, вот этот проект Лужкова, что они повсюду должны быть установлены. И чем больше оно набирает, тем больше будет сопротивление, тем больше будет, значит, попытка... В смысле, это их мнение? Да, они так считают. Ну, они так считают, и отчасти я бы даже, чем больше идет, так сказать, набор веса, то есть есть, тем больше сопротивлений есть, как бы, пока их не было, пока они были гонимы, что говорить, а теперь, если они, как говорится, всюду руководят, указывают, строятся, отстраиваются, так сказать... То есть это реакция современного искусства на клирикализацию и на некую новую симфонию. Да, это отчасти реакция, но отчасти просто можно сказать, что реакция идет и по многим другим направлениям, просто мы ее часто не замечаем, потому что, опять же, общество реагирует на удары в самые болевые точки, а когда идут какие-то те же провокативные жертвы по другим направлениям, их никто не видит. Вот, ну, например, кстати говоря, вот я как раз в связи с этим там готовил работу, посмотрел, вот, например, акции «Белый круг», когда взял художник и очертил мелком по Садовому кольцу весь центр Москвы. Она была проведена еще три года назад, задолго до этих болотных событий, и ее никто не заметил. Он очертил «Белый круг», сказал, вот это все нечисть, я сейчас как бы вот магически это заклину, в общем, такое, такое хужество, никто не заметил. Они были тоже тогда с белыми леточками, его помощники, и никто этого не заметил. А сейчас это вся Москва вышла в этот... То есть какие-то вещи не замечает общество, пока не возникают какие-то предпосылки. А религию, да, замечает. Вот, то есть, да, художники работают по другим направлениям, просто этого не видят. Ну, там, вот, например, монстрации те же самые, да, там? Да. Ну, да. Действительно, я сейчас думаю, что это вот этот вот расход, наверное, начинается с какого-то момента, Максим? Я думаю, что где-то с тысячелетия крещения Руси, наверное, да, с возведения храма... Нет, не с тысячелетия, я думаю, что с возведения храма Христа Спасителя вот окончательно сформировался вот такой государственническо-православный дискурс, да, вот эта вот новая симфония. И примерно с этого же времени, с середины 90-х, начинается вот эта вот волна художественного акционизма и общественного протеста. То есть вспомнить там и, как я уже говорил, Сахаровский центр, и вот Пелевина, да, эти его высмеивания замечательные, вот эти рекламы «Солидный Господь для солидных господ», когда там вот эта реклама храма Христа Спасителя. Вот, например, для меня я бы не сказал бы, что есть одна такая ясная точка, в которой это прямо начинается. Церковь ведь неоднородна и общество неоднородно. То, что мы замечаем, да, возможно, были такие новостные всплески вокруг вот этих выставок в Сахаровском центре, потом вокруг суда над Самодуровым, тогда это воспринималось как совершеннейший сюрреализм. Сейчас этот уровень сюрреализма перекрыт уже, я думаю, уже далеко. Вот, но процессы шли на самом деле давно, то есть я просто помню в самом начале 90-х это можно было внутри церкви чувствовать, что вот есть направление там батюшек и архиереев, которые стремятся, как бы пошли больше по части, так сказать, недвижимости, а те, которые больше по части духовные. Естественно, есть и те, и другие. И сейчас они есть, безусловно. Вот, и, например, мне понравилось, что заметил Александр Морозов, он сейчас редактор русского журнала, он такой, он такой очень внимательный наблюдатель за церковной жизнью, вот он говорит, что ведь наиболее авторитетные в церковной среде проповедники, приходские священники вообще избегают высказываться по делу этих девушек, как бы и не поддерживают пропозицию патриарха, в общем, и вообще никак, да, то есть публично отказываются. Значительная часть, на самом деле, церкви, сообществ, тех, в которых есть и репутации, там есть такие вот сообщества очень прочные, приходские, там эти вещи, безусловно, обсуждаются, но не публично, как бы это всё не выходит. То есть те вещи, которые выходят на поверхность сейчас, это во многом продукт не пиара, очень небольшой, как мне кажется, части церковного истеблишмента, который очень сильно на самом деле поддерживается, а возможно и просто управляется из, значит, администрации президента. Ну да, Максим. Я бы туда добавил, чтобы просто было несколько моментов вот важных, после которых общественное мнение определённым образом стало, менялось всё больше и больше. А первый момент, помните, был такой Глеб Якунин, да? А, кстати, где, где? Да, он попытался, он попытался ввести тему не только... Максим, а где Глеб Якунин? Я думаю, что просто тихонечко где-то живёт, совсем не слышно. Как действительно напомнили, человек исчез, а какой был... Помните, он пытался какую тему продвигать? Как бы церковь после... Ну, как бы, как есть там на Западе тема, там, после войны, да? Вот церковь после 70 лет. Надо разобраться, что это были за годы для церкви, что это были за священники, которые там сдавали списками своих, там, прихожанка, которые одобряли взрывы тех же церквей, которые, значит, сотрудничали, которые ездили на Чёрных Волгах как чиновники, как сталинские партфункционеры и брежневские, да? Надо с этим было разобраться, и об этом говорили тогда многие. Ничего этого не происходит, да? Никто не обсуждает вообще роль церкви, роль... Да, это направление самое же церковное сообщество заглушило полностью. Тут же заглушило, Якунин был от всего, так сказать, отодвинут, отлучен. Мень, который мог бы быть в каком-то смысле авторитетом и для клира, как говорится, и для церковных, и для воцерковленных людей, и для светского общества. Он был убит странным образом, никто это толком не расследовал, этого убийства, убийца не найден. И всё это заглохло, заглохло. Раз, это был первый такой момент, очень важный для всех, ну, для тех, кто следит вообще за чем-то. Да, второй момент, пошли сплошные истории про торговлю водкой, алкоголем. Ну да, бизнес, да. Бизнес. Бизнес, это, на самом деле, по-моему, на мой взгляд, важнейшая часть. И бизнес, и недвижимость. Да, я хочу, если можно, третий момент, очень коротко. Это то, как, когда началась война в Чечне, фактически церковь поддержала в этом плане власти. Я знаю многих людей религиозных, которые в этот момент от неё отвернули. Ну, то есть вот такие ключевые точки, по которым начались расколы, и в результате эти расколы в последние, ну, трещины, вернее, начались. Да, трещины, а сейчас они проявились. За эти полгода трещины оформились в какой-то, по-моему, очень пугающий раскол между, так скажем, креативным классом, либеральной интеллигенцией и руководством Русской Православной Церкви. Об этом поговорим после небольшого перерыва. И снова добрый вечер, это программа «Археология». Говорим сегодня о художественной провокации, как всегда, по понедельникам с Максимом Трудолюбовым, редактор Матилла Гомментарии в газете «Ведомости». И в гостях у нас сегодня редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Говорим мы о Пуссирайт и не только, вообще шире о жанре провокации в современном искусстве и в современной политике. Ну вот, мы вышли, собственно, на тему того драматического раскола между иерархами Русской Православной Церкви и креативным классом, грубо говоря, между Церковью и Болотной. Шло вообще к этому расколу? Это некая закономерная вещь, которая сейчас случилась, этот раскол? Или это именно какое-то стечение политических обстоятельств или, может быть, политика Кремля, которая все это... Максим Трудолюбов. Ну, вы знаете, я вот не совсем вижу это так... Драматично. Как бы сказать, по таким линиям, да, так четко прорисованным. То есть Болотная, она вся очень разнородная. Она, собственно, потому и получилась, что там удалось, как бы нашлась тема, которая объединила людей, в других случаях необъединимых, да, и там, безусловно, было и много очень религиозных людей, и совсем церковных, и менее церковных, и последователей разных религий. И, конечно же, совсем не последователей никаких религий, да. Вот. При этом, безусловно, совершенно четко ощутимый некий такой развод и взаимное разочарование между частью общества и церковью, безусловно, есть. И я думаю, что это произошло раньше, и происходил этот процесс шел давно. Опять-таки, учитывая, что церковь тоже неоднородна, там всегда остается место для, там, допустим, для православной интеллигенции, для ученых, для людей, там, каких-то более радикальных взглядов, чем в целом приняты в церкви. То есть там есть такие места, они все не публичные, да, это отдельные приходы, как правило. Вот. Но в целом действительно есть большое разочарование у думающей и образованной части общества. Не знаю, насколько уж она креативная, но как бы есть разочарование общего, как мне кажется, характера в том смысле, что церковь не стала для общества никаким маяком неморальным, не ценностным, а она скорее пошла зачем-то, да. То есть она как бы стала частью неких тенденций, связанных с государством, с чиновничеством. Там у них как бы в верхушке иерархии есть свои цели, очевидно, и люди как-то это понимают. В общем, вот, не знаю, как точно описать, но, в общем, некое разочарование, я бы так сказал, в той роли, которую церковь играет. А то есть как бы ожидания не оправдались, вот так мне кажется. И ожидания эти начались еще в конце 80-х, и вот это разочарование, оно, мне кажется, постепенно распространялось. Многие, я помню, как бы разочаровались еще в 90-х, да, но, может быть, это просто стало шире. Но при этом это не значит, как я хотел бы вот, ну, последнее там полслова, что для всех есть место, да, церковь умудряется быть очень разной. Максим Гликин, да. Да, я просто вот все-таки считаю еще вот важный момент, что все-таки сделана ставка на такую, на консерватизм традиционалистскую, такую вот на то, чтобы вот абстрагироваться вообще от событий 20-го века. А могла ли, а могла ли Максим Церковь быть иной? Были в Русской Православной Церкви силы, да, после ее страшного 20-го века, которые не сделали бы эту ставку? Ну, судя по тому, что был Мень, там был Ардов, был отец Георгий Чистяков, я помню. Ну, это интеллигенция, они бы никогда не были в большинстве. А кто еще? Были ли в церкви здоровые силы, способные сформировать другую повестку? Мне кажется, это было бы просто логично, из чувства самосохранения, из чувства того, что нужно это продолжать. Нужно как бы завоевывать умы не только совсем, ну, вот, богомольных старушек, а как бы завоевывать молодежь, завоевывать... Ведь растет новое поколение, для которого все это, все советское, это чуждо просто априори. А это абсолютно не просчитывается. А между просто... Есть примеры других конфессий, где об этом думают. Ну, в иудаизме появилось четкое течение, там, иудаизм после Холокоста. Нельзя абстрагироваться от Холокоста. Если бог это допустил, то есть ли бог? Вот простой жесткий вопрос, который стоит, и на который все время приходится отвечать, особенно в Израиле. Нельзя абстрагироваться. Нельзя абстрагироваться. Католики не могут абстрагироваться от того, что католики сотрудничали с Гитлером. Ну, не могут. Должны об этом говорить и говорят. И так далее, да. Есть вещи, которые... Ну, да, это антология освобождения там сформулирована. Смотрите, я просто... К сожалению, ситуация, в которой русская православная церковь была к концу 80-х годов, просто такая, так сказать, социальная. Кто эти люди? Я не верю, честно сказать, что оттуда могла вырасти такая... Что могло быть сильное течение, направленное на переосмысление роли церкви в XX веке, отношений с государством. И церковь могла бы стать вот таким... как бы одним из носителей новых таких ценностей пересмотра отношений к прошлому. Я боюсь, что нет, потому что просто-напросто очень долгая политика отрицательной селекции внутри, которая была откровенно инспирирована светскими властями советскими, светскими одновременно с советскими, да, светскими и советскими, которые специально следили за тем, ну, к примеру, чтобы в семинарию попадали люди максимально далёкие от образованных слоёв общества. Например, там люди должны были быть... Люди специально себе, так сказать, портили биографии, чтобы попасть в семинарию, если очень хотели, да. И, естественно, отбор наверх, при проходе наверх, был очень жёсткий, и люди в большинстве своём оказывались такие, которые, в общем, ну, разные меры сервильности, но в большей части такой, так сказать, высокой. И, в общем, мы получили... А там ещё инерционные процессы огромные, да, то есть люди занимают свои посты пожизненно, естественно, да, то есть там смена поколений замедлена ещё больше, чем у нас сейчас в политике. И, то есть мы получаем... У нас патриарх Кирилл, нынешний патриарх, вообще первый патриарх, родившийся в СССР, что... То есть процесс невероятно замедленный. Предыдущий Алексей... Ну, патриарх, её, собственно, само слово предполагает. Авраам, вот сколько жил. Не советский был человек, да. Вот. И там влияние КГБ и Советы по делам религии, конечно, разрушительное и чудовищное. И оно, вероятно, оказалось бы гораздо более сильным, чем можно было даже... Хотя Алексей, вот надо добавить тут, всё-таки пытался в какие-то моменты немножко отстраниться от власти и как бы занять некоторую независимую позицию. Вот в случае с Ельцинским кризисом, короче, 93-го года, да. Церковь пыталась как-то примирить, значит, парламент и президента, брала на себя функцию миротворца. То есть были попытки, как бы, чтобы церковь была, вот как бы стояла вне, в стороне и... Ну, знаете, да, естественно, я соглашусь со всеми вот этими предпосылками к тому, что в церкви не случилось Второго Ватиканского собора у нас, не случилось обновления. Но, мне кажется, здесь нельзя упускать из вида политическую составляющую. Об этом как раз вот Максим упоминал Александра Морозова, директора русского... Извините, редактора русского журнала. Он недавно написал очень интересную статью, такую реакцию живую, где он говорит о новой симфонии. Это где-то примерно с осени прошлого года. Вот того самого, кстати, рубежного события, я думаю, был привоз пояса Богородицы и неожиданное для многих сотни тысяч людей, которые там по 23 часа отстаивали в очереди на Фрунзенской набережной. И вот после этого, пишет он, удалось руководству Русской Православной Церкви убедить Путина и же с ними, что вот есть вот эта вот общественная сила, и эта общественная сила является одной из опор режима. И сложился, пишет он, вот этот вот союз фонда Андрея Первозванного Следственного комитета Русской Православной Церкви и Кооператива Озеро. Вот так вот, так сказать, лихо он с этим расправился. Вот насколько вы считаете, что вот сформировалось вот это вот новое консервативное ядро, которое сейчас и стоит за процессом Путина? Я бы сказал, что оно не сформировалось, а оно как бы реконструировалось вот так, или реанимировалось. Оно, потому что в советское время в каком-то смысле светские чиновники тоже были не отделены от церковных. Они получали как бы руководящие указания из одного центра, автопарк из одного центра, паёк из одного места. Ну да, верхушка была номенклатурой. Абсолютно. Это была, это как бы часть, была Ковсобольская номенклатура, церковная номенклатура, партийная номенклатура. Как я помню, тут старый анекдот. Да-да-да, как это батюшки, там местному наследству говорят, ах ты не хочешь там внучку-внучку первого секретаря крестить? За такое можно и партбилет на стол. Вот. А тот анекдот. То есть это не сложилось, прямо вот сейчас симфония какая-то, вот народ вдруг. Это всё смешно слушать. Как народ какой был, такой и остался. Сложилось, то есть как бы они восстановили вот всё это дело замечательно. Вот. С одной поправкой. Сейчас появилась частная собственность. Многоукладная экономика. Но при этом вот последнее, о чём, наверное, у нас есть время поговорить в нашем эфире, о праве. Да, вот этот вот процесс. Потому что, что меня лично очень пугает, очень много появляется рассуждений заведомо неправового характера. Вот, например, вот это была публичная дискуссия писателя Сергея Шаргунова и отец его, который священник, ему писало письмо, что вот, ты мне больше не сын, потому что ты поставил человеческий закон выше закона Божьего. И вот сейчас вот со всей этой дискуссией о кощунстве, о Трульском и Лаодокийском соборах, извините, если неправильно сейчас, Лаодикийский, наверное, да. Да, Лаодикийский. Смотрите, да, мы не путайте. Да-да-да, тут надо учить, как бы это самое, да, не ошибиться. Вот новые три источника, три составные части. Вот эти вот вне правовые аргументы, моральные аргументы занимают всё большую часть в дискуссии вокруг Пусси Раид. Ну да, вот, собственно, мы во многом вдохновлённые, кстати, разговорами с Максимом, это я говорю трудолюбов, я говорю про Максима, который Гликин. Мы обсуждали эту тему несколько дней, вот написали редакционную статью, как раз о том, что происходит смешение в наше светское право, которое, ну, как бы советское, переделанное уже сейчас в постсоветское, напрашивается введение законов, которым там, в принципе, места нет, законов о кощунстве и богохульстве, и как бы судят девушек, по сути, по этим законам, несуществующим, да, и получается, что это очень странная правовая такая коллизия, какая-то сюрреалистическая, а ввести эти законы, это вообще как будто можно сюрреализм продолжать, потому что, чтобы ввести такого рода нормы, да, в действующее светское законодательство, потребуется каким-то образом, например, описать, какие предметы являются сакральными, да, это значит, юридическими терминами описать, да, значит, какие мнения являются сакральными, это означает, кстати, как это, кстати, несется со свободой слова, между прочим, да, то есть, значит, какие-то мнения, допустим, что там Бог, допустим, триедин, да, это значит, надо принять, об этом должен быть закон, да, и вообще получится некое введение презумпции православия в светское законодательство, иначе никак, да, и, кстати, это так было, это было в российском законодательстве, первенствующая роль русской православной церкви была закреплена законодательно, и император был ее, опять-таки, законодательно главным защитником, хранителем, да. Ну, вот какая, да, интересная вообще суть. И это было бы неким аналогом, если это, я не верю, что это возможно, но вообще в России все бывает, да, это было бы, на самом деле, неким зеркальным восстановлением вот этой ведущей роли коммунистической партии, Руководящая направляющая статья, новую, новую шестую статью ввести. Руководящая была, да, в советской. Ну, конституция, да, ну, понимаете, речь о конституции ведь идет, да, Максим, собственно, о конституционном строе, ни много, ни мало. Все это великолепно описал Войнович в Москве 2040. Кто там у них главный, так сказать, вот жрец, это отец Звездоний, который, они смешивают, да, отец Звездоний, там смешение советских и православных символов, все то же самое, только партия теперь у них там главная православная, а советская православная, или там называется, там, в общем, не важно. Они там не крестятся, а звездятся. От лба к одной коленке, потом к другому плечу, потом к другой коленке, к другому плечу. У них звезда, вместо крео. Вот, он довел до абсурда вот это. И он уже тогда прочувствовал, что вот эта консервативная линия, она берет вверх, такая вот эта попытка смешать советское православное, оно берет вверх. И вот Солженицын, да, с его, Солженицын, да, он его вывел там замечательно, вот он объяснил, как можно скрестить, как бы, Солженицына с, вот, с этим советским. Ну, он показал тогда, но не думаю, что тогда, когда Войнович писал в 2042 год, кто-то мог предвидеть такой сильный консервативный поворот. Да, он это, он гениально это принял. В 1980, он описывает, как бы, события 1982 года, он заменил, или там, он может писал это в 84, но он гениально все это действительно предсказал. Вот, более того, я, и налоги еще сильнее, Путин очень часто встречался, и потом дальше стал ссылаться на Солженицына. для него, Солженицын стал для Путина, действительно, то есть, это все, гуру, абсолютно. Они даже пытались его сына звать, какие-то советы там, и так далее. Вот, Солженицын, ну, и Ильинов, да, он цитирует постоянно из Ильина, то есть, абсолютно, то, свершилось, опять же, с Бушем сошлись, с Бушем они сошлись. Солженицын на белом коне взошел в нашу идеологию. Вот сейчас, вот это бережение нации, православие. Сейчас, кстати, деревенщики впервые подали голос, вот тогда было письмо Распутина, Личутина и прочих наших деревенщиков, которые подписали письмо за то, чтобы уголовное преследование, не было уголовное преследование. вопрос, конечно, это действительно прав, Иосиф Бакштейн, что пускай время покажет, насколько это является серьезным фактом искусства, но то, что сделали девушки Пуссера, это является серьезнейшим фактом общественной и политической дискуссии, которая с каждым днем все острее и острее становится, и сейчас будет до самого момента вынесения приговора, все острее. И это говорит о том, что они наступили на какую-то очень больную мозоль, очень больную точку нашего общества. И вы знаете, я думаю, что это даже сейчас не хамовнический суд судит Пуссера, это по сути Пуссера судит нашу церковь, нашу политическую и нашу судебную систему, и нам, собственно, сейчас перед этим судом стоять. Ну что ж, Максим Трудолюбов и я мы благодарим Максима Гликина, редактора отдела политики газеты «Ведомости» за участие в этом эфире. Счастливо, до встречи в следующий понедельник. Спасибо. Спасибо, доброй ночи и удачи.